вот такой холодильник заносит где-то метр семьдесят в высоту модель внизу морозилка в морозилке есть обводной контур для обогрева стенок и скорее всего он выше включается гудит но не холодит так или иначе для того чтобы заправлять нужно менять фильтр в любом случае ну и раз фреон вышел сейчас это будем проверять то скорее всего из контура обогрева поэтому мы его сразу заглушим фильтр поставим сразу не на эту трубку а сразу на выходную из конденсатора эту трубку вообще отглушим сюда фильтр и после фильтра установим капиллярную трубку и будем сюда поставим клапан шредера будем заправлять и скорее всего это решит вопрос как все буду делать все вам покажу для того чтобы определиться и вообще проводить работы нужно сначала спустить газ причем лучше это сделать до капиллярки где-то вот здесь это будет после капиллярной трубки если капиллярная трубка забита то весь газ может скапливаться здесь в конденсаторе поэтому здесь пробиваем и смотрим во первых это нужно для того чтобы просто спустить вас во вторых это нужно для того чтобы убедиться а сколько же это обыкновенное шило все шик и все когда много газа тут может даже плеваться маслом небольшой шик и больше нету это значит что есть утечка утечка скорее всего в обводном контуре мы его алюминиевый контур который вокруг дверки морозильной камеры полностью отглушиваем их и фильтр ставим сразу после конденсатора как это у многих холодильников без обогрева стенки дверок чтобы совсем уже было понятно что имеется ввиду сначала с компрессора идет на конденсатор вот на это устройство с него выходит и сначала идет вот туда в стену назад и потом только на фильтр осушитель вот это идет на не в испаритель холодильной камеры обогрев дверки резинки дверки вот он туда идет вокруг дверки обходит и назад возвращается нам не нужно там где-то алюминий прогнул и спускает поэтому мы вот здесь ставим фильтр и после и капиллярку подсоединяем сразу здесь минуя вот туда идет назад возвращается вот здесь вот так минуя эту конструкцию сделаем чтобы уже совсем было понятно обводной контур просто обрезаем я обрезал даже просто ножницами по металлу это он алюминиевый здесь просто обрезается алюминий просто обрезаем здесь вот алюминий соединяется со сталью и здесь уже идет стальная трубка и тут мы будем припаивать стальную трубку к медному фильтру осушителю потому что алюминий появится сложно но в данном случае нам и не нужно это делать и здесь уже теперь будем применять специальный нож холодильный для трубок а вот здесь я сейчас отрежу трубку как всегда обрезаем ножом дисковым и теперь в это место впаиваем привариваем фильтр так будет удобно так как это сталь нужно зачистить ну и все-таки варить с бурой медь к меди можно без буры ну и отсюда капиллярку приварим к новому фильтру хорошо зачищаем наждачной бумагой я взял обыкновенную это для шпаклевки вот такой ну без разницы какой крупной наждачной бумагой просто она хорошо повторяет поверхность все когда зачистили теперь приступаем сварки я варю кислородом и пропаном заправочную трубку она здесь завальцована тоже так немножко отгибаем чтобы было удобно отрезать и сюда будем варивать клапан шредера для удобства заправки все все готовим немножко зачистить нужно но медь к медь и она и так хорошо приварится даже без зачистки как я уже сказал сюда мы вариваем клапан шредера но так получилось уже кто так сделал не знаю здесь тонкая трубка клапан шредера просто ровно его же диаметром стык варивать нельзя нужно варивать через переходную трубку вот я нашел в себя трубку но она не влезет сюда чуть чуть не влезет что нужно сделать включаем мозг немножко расширим здесь отверстие есть такое устройство зажимаем сюда зажимаем в тиски и вот таким это от отвертки как раз по размеру если я сюда немножко забью немножко расширится отверстие и он тогда уже сюда влезет пока не влазит как это делать сейчас все покажу ничего сложного нет зажимаем в такое устройство в тиски и все теперь шаг за шагом потихонечку забиваем расшатываем немножко проворачивая там и не остался все теперь с этой стороны все я думаю проверяем клапан шредера заходит все заходит на сантиметр этого будет достаточно теперь я отрезаю делаю такое же самое расширение с другой стороны и вот через такую переходную втулку нужно приваривать как обрезали нужно здесь внутри фаску снять потому что здесь образовывается такое сужение от ножа именно от дискового ножа уже после этого зажимаем и развальцовываем до большого диаметра ну и теперь уже после того как полностью обе стороны развальцевали важно вычистить все заусенки и стружку которая могла там остаться для того чтобы она потом не попала в поток и не испортила или двигатель попадет в масло и может попасть потом двигатель ну или в капиллярную трубку скорее всего на где-то где-то на клапанах компрессора останется поэтому обратите на это внимание ну все теперь ее используем для того чтобы на эту втулку переходную для того чтобы впаять клапан шредера собственно все теперь с помощью горелки сначала немножко загнул вниз чтобы туда могло затечь немножко выгнул вниз нагреваю обыкновенным медно-фосфорным припоем привариваю втулку еще нет все теперь хорошо берется с этой стороны все сейчас немножко остынет я заверну немножко вверх чтобы туда затекал раствор припой будьте внимательны я когда отрезал капиллярную трубку отрезал просто ножницами это значит что она сплющилась здесь правильно отрезать капиллярную трубку нужно надпилить с одной или с двух сторон немножко и отломать плоскогубцами или руками тут уже лучше наверно плоскогубцами и тогда отверстие не пострадает все теперь переходим к последнему этапу необходимо при варить капиллярную трубку сюда к фильтру здесь он как-то в калач свернут я сейчас намотаю лишнюю часть чтобы она не пилипалась в воздухе сюда на фильтр и будем приваривать ну что же после того как капиллярную трубку подварил теперь подошло время вакуумировать и заправлять проверять чем все закончилось синий шланг и синий манометр с вакуумом так чтобы я потом мог закрыть кран и смотреть и в дальнейшем что происходит с фреоном когда закрывает я закрываю кран закрывается вот здесь дальше манометр остается на этом шланге красный я в данный момент подключил к вакуумному насосу потому что я потом могу закрыть сам вакуумный насос при выключении при выключении не держит нужно будет закрывать кран ну а желтый я сейчас подключу к баллону у меня стоит здесь 600 фреон вот у меня есть 600 фреон перед этим я заправлял 134 на нем стоит кран сейчас переставлю на этот кран тоже с клапаном баллон с клапаном и этот баллон с клапаном отсюда переставлю кран и подсоединю как переставлять кран в принципе все очень просто берем и просто выкручиваем отсюда он пшик и все клапан закрылся вставляем на 600 фреон сначала закручиваем гайку условно последовательность такая гайку закручиваем переходной и затем закручиваем кран он входит нажимает на все доступ есть все теперь я могу подсоединить сюда закручиваем от руки просто крепко проверяем соединение и все теперь вакуумируем вакуумируем открываем получается все краны вакуумируем и шланги открываем кран здесь и здесь для того чтобы шланги тоже провакуумировались и включаем вакуумный насос вакуум пошел теперь полчаса хотя бы 20 минут будем вакуумировать для того чтобы видно или нет отсюда идет фар мне видно что выходит пар то есть из воздуха который попал в систему вода закипает превращается в пар при низком давлении и выходит сюда мы делаем все правильно теперь оставляем на полчаса пусть вакуумирует я уже около полчаса вакуумирую сейчас буду закрывать вакуумный насос закрыл можно выключить так теперь нужно заправлять фреон у меня 600 фреон уже подключен есть проблема я не знаю сколько фреона не смог найти бирки нет ни названия холодильника не количество фреона сначала закачаю 20 грамм ну а там буду потихонечку добавлять конденсатор должен быть горячим буду смотреть как он будет реагировать буду потихонечку добавлять как это делать очень просто включаем весы можем у меня показывают 674 грамма ну вот 20 грамм добавим 654 должно быть около 20 грамм добавили и теперь включаем холодильник будем смотреть на манометр я сейчас добавил у меня пол атмосферы немножко маловато будем смотреть как будет меняться при включении выключения включаю завелся ну и теперь будем сейчас контролировать процесс манометр пошел в минус будем смотреть на панель охлаждается не охлаждается начинаем тренировки с добавлением хладагента на данный момент вот так происходит стравливание я закачал вакуум и вот через трубочку должен заходить воздух стоит на самом на одном месте практически небольшое движение есть забита трубка трубка вот заходит из этого отверстия она проходит вот по трубке сюда сюда и здесь вот она выходит вот выходит и соединяя и заходит вот я ее отрезал видите уже просто взял и заходит вот в эту медную трубку дальше она тут это небольшая медный участок она соединяется с алюминиевой тут под краской и уже весь остальной змеевик он алюминиевый но здесь в меди здесь в меди можно подпаяться вытягиваем вот она так ровно идет выгибаем ее вытягиваем сюда чтобы можно было достать горелкой сгибаем алюминиевую трубочку так вот потихонечку сгибаем и доводим до того чтобы она была вот здесь эту каперинарную трубку меняем почему меня я уже показал что я ее отрезал однако сейчас покажу вам я пытался ее продавливать все равно стоит это специальное устройство для того чтобы прочищать все равно стоит 15 атмосфер в трубочке хотя ее там отрезал она должна была давно уже пшикнуть спустить как стояла и не пробивает полный засор ну и вот теперь я отсюда по вот этой трубке вот она заходит туда в середину я показывал что она там выходит я сюда же ее засуну новую капиллярную трубку заказываю капиллярную трубку и меняю а пока выпаяю этот конец сейчас с горелкой капиллярная трубка разведена я ее засниму специальное отверстие туда же куда заходила и по этой трубке заходила старая капиллярка она была приварена к трубке но сейчас она будет уже идти отдельно покажу сейчас как она куда она заходит внутри 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 она заходит вот в это отверстие также как и было будет проходить по вот этой трубке и вот заходить сюда по этой трубке просто выходила и в эту трубку заходит ей сейчас выгнул для того чтобы дальше она идет алюминиевая я здесь стык на медь привариваю горелкой и назад туда засуну уже где она и должна стоять приступаем к сварке варим стараясь ничего не расплавить переходим на синее пламя берем электрод припой и потихонечку и добиваемся нагреваем до красна греем именно трубку толстую тонкая и сама нагреется так собственно нагрелась теперь заплавляем в общем то в этом и все капиллярная трубка заварена я взял 3 метра капиллярной трубки 08 ориентировочно будет так если в режим не будет входить буду потихонечку укорачивать ну пока оставляю так теперь переходим к задней части и укладываем я конечно же согну туда назад эту трубку все уложу и прикреплю капиллярку но и теперь переходим на заднюю часть для того чтобы вакуумировать и проверять капиллярную трубку я выпаивал вот это выход из испарителя соответственно он идет на вход в компрессор я приварил клапан шредера все теперь отпаиваю и выход из испарителя уже теперь привариваю на место компрессора для того чтобы уже собирать систему ну это не интересная часть пропустим заканчиваем сейчас припаяем теперь окончательным вариантом капиллярку это не сложно прогреваем сначала фильтр потому что он большой толстый капиллярку привариваем проверяем со всех сторон все все готово теперь осталось провакуумировать систему здесь сейчас нет клапана я закручу ставлю вакуумный насос и вакуумирую я вакуумироваться видим что поставил голубой на клапан красный поставил на вакуумный насос чтобы я мог перекрыть потом краном вакуумный насос отключить уже теперь из баллона заправлять оставляем на полчаса затем будем заправлять